в эфире рубрика игры реликт хотел бы сказать я но к сожалению нет я очень люблю перезапущенную серию x-com крайне достойные проекты стоящие пристального внимания честно после второй части было опасение что разработчики забросят вселенную ради других проектов однако несколько дней назад вышла новая игра этой линейки x-com химера сквот это не третья часть но все же и не делать и для второй это прямое продолжение серии мост между 2 и 3 частями а это значит что как минимум она точно будет ну так вот отряд химера проекта на который я лично не возлагал никаких надежд я вообще не был в курсе этого анонса что очень на меня похоже зато я теперь могу со всей беспристрастностью как бы подойти к оценке игры разумеется первое впечатление это вау ну что тут сказать действительно вау однако если 3 x-com будет таким же то там не то что до игры реликта не дотянет там и да неплохо будет далековато потому что то что было вау в первом x-com смотрелось уже ну норм во втором и только благодаря нововведениям и переработки виде последнего dlc игра стала смотреться как вау в том числе и потому что частично был перенесен в игру опыт мододелов и в техническом плане от химеры хотелось бы увидеть большего чем просто кальки со второй части тем более при таком упрощении геймплейной составляющей так что на фоне своих предшественниц новая часть серии уже вызывает ряд серьезных вопросов и лично я всю игру метался от эмоций типа ух ты ж мать твою нихрена себе как круто до эмоции разряда до твою мать ну как так можно делать каким криворуким нужно быть но обо всем как обычно по порядку первым делом сразу скажу что я не знаток вселенной я не знаю что в каких там знаете комиксах было я вообще комикса не читаю посмотрел однажды комиксы по dark souls параша несусветная но я отвлекся короче есть у меня ощущение что химера сквот сделана по мотивам каких-то комиксов не просто по мотивам событий описанных в комиксах а именно по комиксам ну то есть первое что бросается в глаза это комиксоидная стилистика в виде анимированных фигурок кто-то может сказать что это упрощение работы аниматором но нет это так и задумано при том так и веет духом и такого ретро не знаю даже как сказать не ретро футуризмом а как уж там его короче far cry blood dragon нечто похожее закос под ретро хотя знаете наверное все же ретро футуризм это довольно верное определение для стиля игры потому что стиль подачи именно ретро но сам сеттинг футуристический действие игры происходит спустя пять лет после победы x-ком войне то бишь после окончания второй игры да наконец-то мы победили было очень необычно и обидно честно говоря увидеть в начале второй части как все наши прошлые усилия пошли крахом но вот этот раз мы такие сдюжили война окончена и мир начал отстраиваться заново и не такие наверное себе представляли этот мир те кто выжили полное взаиморастворение да теперь люди инопланетяне гибриды которых клепал адвент живут все вместе дружно на самом деле не очень и игра это с первых кадров показывает ведущие новостей продавцы прохожие на улицах среди них пожалуйста и сектоиды и мутоны и змеи черт еще знает кто я бы даже сказал что разработчики немного если быть точнее довольно сильно переборщили уж не знаю было ли это намеренно введено а если намеренно то из-за насущной социальной повестки песок знает но факт остается фактом найти человека среди населения города 31 в котором происходит действие игры что на артах что в отряде что среди мирных нпс во время боев довольно проблематично повсюду сплошные гибриды пришелец и людей там такое ощущение что полтора десятка на весь мегаполис и все смотрят на это как на норму и знаете чё удивляться то 30 лет назад у нас и геи было фу неправильно сейчас попробуй скажи что геи это фу тебя с говном сожрут все ж такие толерантные почему бы не принять иноплатьян в общество чё не хуже геев что ли с другой стороны это явно неспроста разработчики наверняка намекать на то что времена то меняется в игре даже ачивка есть пойти на бой отрядом где вообще нет людей ну и ладно есть и есть в общем пять лет они восстанавливали мир и учились уживаться в нем друг с другом и вроде даже успешно не я тоже видел эротические арты со змеи женщинами но я все равно слабо себе представляю подобное взаимопонимание организация x-ком никуда не делать потому что всем понятно что что-то назревает и старейшины еще дадут о себе знать раньше или позже однако от x-кома отпочковался отряд восстановления группа добровольцев которые бросили силы на поддержание порядка в городах потому что полиции далеко не всегда удается сдерживать преступность которая буйно зацвела после окончания войны и вот как раз по этому поводу нас и пригласила в город мэр найтингейл разумеется мэр гибрид с этого начинается обучающая часть на мэре совершено нападение нужно мэра спасти мы в лице отряда химера одного из лучших отрядов восстановления зарекомендовавшего себя еще в годы войны беремся за это дело нас знакомят с геймплеем об этом чуть позже и мы спасаем мэра но ненадолго его таки подрывает в машине тут мы уже бессильна как и полиция теперь наша задача расследовать покушение выяснить какая сволочь покусилась на мир во всем мире наказать невиновных наградить непричастных все как обычно все-таки мэр ратовала как раз таки за сосуществование всех и вся и видимо кому-то перешла дорогу и вот мы и грустные прибываем штаб самые скромные всех которых мы и квартировали за все три игры и нам дают возможность включиться уже в стратегическую ее часть напомню что x-ком эта тактика стратегическая игра сначала мы планируем все в долгосрочной перспективе задействуя общий план а потом уже ведем тактическое позиционное сражение на отдельных картах химера сквад от этой традиции не отступила хотя тут все сильно упрощено и так у нас есть город с великолепным названием город 31 походу во время войны были уничтожены все залежи фантазии на планете так бесстыже вторгнуться в поле half-life с его city 17 это уже знаете наглость какие уж там москва и флоренция город 31 5 лет наверняка думали как назвать ну ладно ладно главное чтобы не город 404 как и раньше глобальная карта поделена на несколько районов раньше это были материки и их части теперь уже все более камерно это действительно районы города в этих вот районах во всю орудует аж три шайки серые фениксы технокрады в прямом смысле накрали техники и адвенту после войны и вовсю ее используют священная спираль религиозный культ молящийся непонятно кому непонятно зачем и потомки псайкеры чьи просперы пылает от того что не они такие крутые могучие правят миром нам предлагают сперва выбрать одну из трех упг и начать расследование в их направлении забегая вперед скажу выбирайте любую все равно придется сражаться со всеми тремя ну не трудно было догадаться стали бы разработчики делать три фракции чтобы увидеть можно было за все прохождение только одну из них разницы нет кого выбирать но есть нюанс пока вы расследуете одну банду две другие усиливаются получая бонусы например начнут прибегать помощи наемников заполучат патроны пробивающие броню обзведутся различными гранатами ну и так далее я вот выбрал спираль от религиозных фанатиков можно ждать чего угодно далее полиция официально просит нас о помощи потому как бегать по всему городу за тремя бандами они сами уже не могут а тут мы такие крутые на бтр теперь каждый божий день у нас будут боевые вызовы связанные с нашим расследованием расследование происходит в три этапа первое знакомство с группировкой и первые боестолкновения тут задача уже самого игрока посмотреть что за уроды орудуют против него выучить их тактику и составить свою всего миссии три вида задание кризис и чп задание они и есть задание берем что нравится и валим кризис и выполняется в конце дня является таким завершением того самого дня те просто пишут что мол приехали мы на обыск а там никого и пачка денег вот пачка денег а я пошел спать ну что-то вроде этого а дальше новый день и новые задания в день можно выполнять лишь одно задание и они ежедневно меняются меняется не только бонусы но еще и ситуации района начинают паниковать у каждого района есть пять делений паники если не выполнять задание именно в нем паника растет когда паника возрастает как раз таки случается то самое чп красные миссии где в корянку оборзевшие неприятели уже просто устраивают террор лупят по гражданскими вообще ведут себя очень некультурно и более того когда в районе паника на все пять баллов по окончанию дня нам дадут очко анархии всего их то ли 10 то ли 15 зависит от настройок чем больше доведенных до ручки районов в конце дня тем больше очков анархии если собрать их всех то пиши пропала город закликнет преступности x ком выгонят ссанами тряпками бомжевать другие города конец игры короче поэтому панику допускать нельзя но все задания выполнять чисто технически невозможно тут на помощь приходят свободные отряды это такой бонус покупаемые в каждый район за очки разведки они делятся на финансовый технический и разведческий и приносит в конце недели соответствующий ресурс но главная их задача активации умений например снизить недовольство в районе понизить уровень анархии все в таком духе всего их четыре тех самых умения и откат у них по дням но вам наверное уже не терпится узнать о самой зрелищной части игры а ее тактической составляющей то есть о боях да итак у нас есть бтр на четыре персоны помещаем туда любые четыре варежки едем 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 в далекие края сектоиды соседи и снэйкман и друзья господи как вы бардак и первое что необходимо уяснить любителю серии x-ком химера сквад это симулятор зачистки комнат как было раньше отряд высаживается продвигается вглубь карты в поисках врага потом боестолкновение и выполнение поставленной задачи как оно сейчас вот в этом кабаке засели недруги начинаем штурм сначала выбираем очередность в которой персонажи ворваться в комнату от этого зависит очередность их ходов потому что теперь в игре все по очереди как правило есть несколько точек проникновения у них могут быть положительные и отрицательные эффекты например последний вошедший через точку получает сто процентов меткость на штурмовой выстрел или наоборот оружие последнего вошедшего заклинивает кроме того зависимости от расположения врага в комнате у той или иной двери есть коэффициент опасности там сразу пишут что бойцы могут быть ранены и чем выше коэффициент тем выше шанс ранения и его сила некоторые точки будут доступны только внимательным и хитрожопым то есть если вы внимательно изучаете данные перед вылетом то можете предусмотрительно взять с собой нужный инструмент например карточку для открытия закодированной двери или же бомбу чтобы сделать дыру в стене а то и вовсе можно прыгнуть в вентиляционную шахту такие ходы имеют лишь бонусы враги не жду что вы появитесь именно там и потому не готовы к бою и да у наших солдат может оказаться еще и штурмовое снаряжение все по классике первый всегда открывает дверь второй кидает гранату или использует сканер также можно например подлечиться аптечкой перед штурмом потому как комнат может быть до трех подряд а здоровье восстанавливается по умолчанию лишь на половину это можно менять в настройках а снаряжение чуть позже и вот отряд врывается и по установленной очереди делает штурмовой ход можно конечно рвануть в укрытие но это редко применимо обычно делается именно выстрел один выстрел по врагу в момент штурма некоторые бойцы могут и другие финты подключить например залевитировать врага а сами же враги в момент когда наш омон врывается к ним в гости имеет три состояния первое не готов тут стрельба может и критонуть хорошо противник не прикрыт и не ждал нас второе готов противник не будет атаковать в ответ но в момент начала боевом применит какую-нибудь способность например получше укроется или бафнет союзников и состояние агрессии нас уже ждут с пирогами и после наших выстрелов эти дядьки и тётьки тоже по нам в мажут поэтому первостепенная задача нейтрализовать всех красных а не тех по кому легче попасть либо же самых опасных но кто из них опаснее смотрите по своему опыту далее все бойцы уже по классике прячутся и устанавливается четко видная очередность хода и это действительно удобно помогает нейтрализовать не тех кого легче а тех кого выгоднее в остальном же перестрелки тут стандартные ничем совершенно не отличаются от перестрелок из двух других игр ну кроме пара нюансов но сразу замечу что тут нет этого замечательного процентного распределения гаусса шрёдингера когда при 95 процентов шанса ты трижды подряд мажешь ну один раз можешь да но в целом тут процент не такой упоротый как в оригинале второй части как славно что многие наработки перенесены именно из войны избранных увы далеко не все да и нововведений не так много как может показаться зачистив одну комнату движемся к следующей их может быть от одной до трех перед заданием нам пишут сколько их только вот понять это сразу невозможно потому что локализаторы услужливо подкинули нам надпись количество возможных противников и только когда ты покрутив пальцем у виска поймешь что не может быть на задании один противник и скорее всего имеется ввиду одна комната все встает на свои места разумеется у каждой вылазки есть свои задачи однако их очень не очень мало в плане разнообразия вообще разнообразие это слабая сторона игры очень слабая защитить комнату это да это понятно забрать из чемодана предмет за отведенное количество ходов ну один раз за всю игру я это сделал ибо не успевал убить всех до окончания таймера в остальном же такой же убей всех только в темпе вальса возможно на высокой сложности она имеет более серьезное значение не дай врагам сбежать до каждый ход пара врагов помечаются меткой труса и стараются дать по тапкам если это не последняя комната то они убегают последующие усложняет дальнейший штурм да и в целом чем дальше заходит штурм тем более готовы враги и в итоге они и правда способны смести отряд шквальным огнем ну а если это последняя комната то нужно бдить сбежит пятеро врагов и все миссия провалено ада провал миссии тут больше не приводит грустному брифингу теперь это конец игры все агентам запрещено умирать задание запрещено проваливать такие дела зато можно переиграть бой или задание что еще освобождение заложника да это интересно уничтожить маяк или подкрепление ну да тоже интересно и довольно сложно местами самые сложные муторные добраться до випа а потом уводить его к нужной точке и если вы перебили всех врагов но випа еще не довели и даже просто не подошли к нему подкрепление будут идти бесконечно сколько пунктов я перечислил 4 округлим до пяти с учетом сюжетных миссий ладно я еще про ликвидацию забыл 6 и это все я ждал большего игра которая как никогда кричит что она тактика стратегическая как-то сильно подкачала в разнообразии тактических задач для игрока но вот в чем игра не подкачала это в разнообразии противников тут смешанные ряды с тех же людей гибридов и пришельцев однако у каждой фракции свои особенности например у колдунов много сектоидов и людей которые соответственно колдует те же некроманты доминаторы паладины от них нужно беречь не только свою жопу ну и свою голову иначе залезет и хорошо бы если только в голову у сектантов тоже есть люди и сектоиды но роли у них уже совсем другие и так далее и визуальный стратегический тут полный порядок врагов много и они красивые при том тут и разнообразие полов есть то есть среди любой раз и женщины встречается и у врагов и это хорошо и феминизм здесь совсем не причем это в конце концов террористы и бандиты правда загвоздка в том что все это мы уже видели разнообразие противников это визуальный скин что неплохо и тип оружия с набором способностей по факту мы понимаем что оба и легионеры и громила они оба кроганы кроганы мутоны уж никак не запомнят мутоны конечно людьми нас допустим удивили хорошо к мекам прибавились андроида теперь роботов в игре стало аж два вида и серьезно а пришелец вообще не изменились кроме как визуально то есть не то чтобы обязательно нужны были новые твари но можно было бы придумать новых гибридов например все те же все там же все эти планетяне прибежали сюда прямиком из второй игры а привратник и секто под встречается по разу это по сюжету после боя традиционно подводится короткий итог кто ранен кто захвачен да можно захватить пленных это когда враг теряет сознание чем больше захватил врагов тем больше разведданных они тебе принесут например от 1 до 2 захваченных врагов с 20 процентным шансом принесут 20 разведданных ну и так далее как бы на самом деле нет после 6 счетчик вероятности достигать 100 процентов и все хоть батальон врагов захватить вместе с командиром все равно держи двадцатку не векой салага я понимаю если бы разведданной лились рекой это бы внесло дисбаланс но тогда вы просто изменили систему что ли не знаю допрашивать теперь нельзя почему вышло бы шикарно в игре есть ачивки захвате ронина захвате мутона захватить того этого а зачем ты их не может допросить дать тебе даже не показываться что ты их захватил ты не можешь их вскрыть ты вообще ничего не можешь это сильная деградация допроса убрали уже во второй части а тут даже вскрытия нет и схема исследования теперь совсем иная и так на нашей базе господи да бомжущее сопротивление лучше жила в подвале у нас отряд живет и спит валетом в 10 рядов а в соседнем подвале у нас сборочный конвейер впрочем ладно исследования теперь доступны все сразу но идут друг за другом то есть сначала улучшаем пистолет и к примеру до уровня гуд а потом открывается уже уровень заргуд пары исследований доступны после ликвидации фракции именно пара по паре на каждую некоторые исследования вроде как должны становиться доступными по ходу роста уровня оперативников не знаю не заметил а вы заметили заметили как упрощена эта система по сравнению с тем что было раньше мы могли например исследовать какую-нибудь дополнительную хрень чтобы увеличить скажем мощность или точность огня зачем все это нужно было вводить в x-com world chosen если потом все это не нафиг упразднили покупается все это за илэрий один из трех ресурсов есть еще деньги разведанные а вообще мякотка в том что снаряжение мы как правило получаем еще и на миссиях в итоге я оба прохождения сталкивался с тем что исследую все эти светошимовые гранаты и прочее просто для галочки они у меня уже есть на складе я их получил в награду или купил на черном рынке черный рынок теперь открывается раз в несколько дней и предлагает купить у них три шмотки за разведданные загвоздка в том что эти шмотки намного лучше чем те что ты сам можешь собрать ты можешь исследовать за илэри и купить потом за деньги прицел а тут просто за разведданные можешь купить улучшенный прицел и ничего исследовать не надо а учитывая что оперативников на задании уползает не больше четырех то половина возни на конвейере теряет смысл также на задании можно заполучить цацки покруче особенно это касается эпического оружия плазменного да теперь нет исследований мы в принципе стартуем современным оружием полевое это уже такое старье что его существование уже все забыли а вот крутую плазму можно захватить у врагов и это крутая плазма выглядит хуже чем то что у тебя было до этого потому что сделана она по образцу оружия из второй части вот это вот шейдер на квадратно-гнездовое свечение идиотское зачем ну чем вам не понравились крутые плазменные именно плазменные пушки из первой игры что это за футуризм стиле диску господи по итогу получается технические разнообразие как бы есть но попадается она случайным образом левитационные гранаты гранаты берсерка кислотные гранаты ты можешь их найти или купить случайным образом но не создать сам вопрос а я точно все видел в этой игре ну и пора поговорить в оперативниках больная тема тут все и хорошо и плохо начну блин хрен его знает как это все обозначить смотрите с одной стороны персонажи теперь конкретные они абстрактные они имеют позывные вместо имен у них есть биографии и набор способностей и эти биографии очень интересно читать учитывая что в отряде могут состоять не только люди но и гибриды и пришельцы мы можем взять в отряд мутона с ревом вышибающего двери и нагоняющего ужасно врагов можем змею который отдать сучки притягивает и душит мы обернули их оружие против них самих наконец-то есть и кто и телепат и еще два гибрида остальные люди и ты реально читаешь их биографии понимаешь что тебе интересно рассказано кем они были до войны во время войны после войны как попали в отряд восстановления и далеко не все из них были в принципе на стороне икс кома в той войне на секундочку тот же сиктоид был приставлен главнюку чтобы успокаивать его телепатически а змея ему тон добросовестно до поры воевали на стороне адвента но теперь они здесь и они дружные хотя не перестают подкалывать друг друга а уж их разговоры слушать одно удовольствие например сиктоид и мутон беседует насчет кошек видите ли мутоном после войны выдавали кошек чтобы те успокаивали их бойный нрав и самое забавное это помогало ну понятно делать кошки берсеркеры пали жертвами магии мур а вот сектоидом не выдавали потому что кошки этих телепатов не любили но многие сектоиды восприняли это как вызов и специально заводили кошек чтобы телепатически убедить их что они им не враги это мало того что интересно слушать так еще и лор отлично раскрывает показывая в мелочах как люди жили после войны и приспосабливались к новым условиям к слову кроме разговоров отряда и сюжетного телевизора тут постоянно всплывает реклама типа покупаете новые нот-доги и я же сектоид я умру от хот-догов да не хот-доги а нот-доги друг они безвредны для любой расы пара папа и это тоже очень позитивно сказывается на атмосфере как вы понимаете такая проработка персонажей не оставляет простора для кастомизации снаряжение да можно оружие доспех который не меняется две подкладки под него два вспомогательных предмета один штурмовой все такой себе набор две гранаты нести нельзя кстати зато вспомогательные предметы вроде тех же гранаты аптечек не считается ходом правда они используются один раз за задание как и многие крутые способности оперативников тем не менее это дает серьезные тактические преимущества не стоит все растрачивать сразу лучше потерпеть до последней комнаты где скорее всего жопа засела но вернемся к оперативникам лицо биографии прочие неотъемлемые данные менять нельзя а что можно тогда можно цвет формы да это очень скудно скорее уж цвет панталон он виден то едва едва и кстати да при улучшении брони внешний вид оперативников не изменяется ну что за безобразие еще есть прокачка всего пять уровней каждый второй мы можем выбирать из двух способностей вот с навыками тут полный порядок привычных классов больше нет они обозначены чисто формально есть персонажи с их умениями змея например притягивает языком своих и чужих травит ядом подрывник носит много гранат пса кир портит всем мозг как современные сериалы ну и так далее все персонажи их умения интересны недостаток только один их мало их очень мало техник медик подрывник штурмовик змея мутон сектор щитовик рукопашник сайкер и снайпер вроде как и немало назвал но нет это мало это реально мало и это очень заметно тактические изыскания сводятся к одной-двум выигрышным комбинациям остальные же малоэффективные берутся просто чтобы прокачать персонажей но это нет смысла ибо на финальный бой как и на любой другой идут лишь четверо ах да как я мог забыть есть же еще android его можно купить и тут если у вас не в последней комнате ликвидирует бойца но вы его стабилизируете он выбывает из боя и его место занимает android это просто android без способностей вооружен тем что вы ему дали улучшается железяками как бойцы снаряжением да за всю игру я использовал его лишь трижды за все 50 с гаком миссий один раз чтобы посмотреть что это за android такой другой раз по глупости угробив своего же бойца и третий раз в последней миссии в которой на тебя реально толпы прут да и опять же по глупости под пулю своего поставил все больше он нафиг не нужен возможно да на высокой сложности от него будет толк но на обычный его нет также есть учебка в которой агент не будучи занятым на вылазках может пройти обучение есть базовая для всех плюс 2 к жизни мы есть особое для каждого открывающийся по мере роста уровня например более мощной телепатии или увеличенная скорость передвижения то бишь дальность хода вещь на самом деле интересно и вообще тактическое влияние на ситуацию агента оказывает серьезное примеру в начале игры я как обычно позарился на колдунов и взял шелтера как потом оказалось он хорош на высокой прокачке на начальных же уровнях он бесполезен и с этой комбинации я пытался ликвидировать сектантов я переигрывал миссию раз 20 не меньше может больше как же я запарился и вот еле выбив победу из рук врагов и злопищ врагов я столкнулся с багом миссия не завершается загрузка только в начале боя thank you from software как говорится блин при том что игра вообще стабилизирована на данный момент херово она часто зависала у меня при попытке заспавнить врагов просто зависала намертво без возможности даже свернуть и вырубить диспетчере задач я помнится три раза подряд перезагружал комп по системе включил завис перезагрузил и так далее я даже всерьез решил не продолжать играть и ждать патча в итоге я плюнул на прогресс и решил начать заново но уже без обучения там мне дали возможность самому выбрать нужных мне бойцов а не надеяться на рандом и вот выбрав уже более полезных на свой взгляд я вновь дожел до той миссии боясь как же меня сейчас будут тут дрилчить и чтоб вы думали я главного загасил первым же персонажем остальных сравнял землей за два-три хода вот сидишь такой думаешь это что такое было а это детишки тактика к слову к игре также предъявляет претензии по повестке некоторые уже ждут от меня пасквили на тему засилия феминизма мол там сплошные женщины хоть убейте не нашел никакого феминизма зефир женщина гибрид затяжка женщина уток в оригинальной игре мы и змеи людей мучи не встречали кроме короля его слух в dlc это их особенность командир келли это лоровый персонаж напомню брэдфорд и шеф стайгеном все еще главнее всех главных главнюков и ничего мэр женщина ну так ее убили механик лекарь и штурмовик командир отряда женщины и что война шла на уничтожение воевали все даже дети как во вторую мировую вот и образовались такие вот боевые девицы это нормально никакого накала феминизма в игре нет успокойтесь еще есть возможность отправить агента на спецзадание по добыче ресурсов блин честно я уже не вижу смысла до рассказывать оставшиеся нюансы все нужно я уже светил хотелось бы подвести черту вот вроде бы игра шаг вперед а вроде как топтание на месте вроде попытка построить новый дворец но строят они вы старых досок уже начавших гнить и притом из второй части сюда заботливо перенесены и старые баги а также прелестные особенности старого движка например персонажам не хватает плавности они движутся квадратно-гнездовым методом будто бы тупые роботы нет плавной пробежки ты не чувствуешь что они живые ты будто в улучшенные шахматы играешь я понимаю чтобы такое устроить нужно полностью менять движковую конструкцию ну так почему бы и нет это есть прогресс даже на примере того же яростного удара мутона он сырьевом бежит к врагу на ходу пряча оружие с разбега жахает кулаком по врагу нет он на теле так подбегает медленно убирает оружие замахивается и бьет да это обычная стилистика xcom но можно же было доработать этот нюанс многие моменты упрощены для более камерного содержания игры но далеко не всегда в таких вот упрощениях видится нужда и далеко не всегда нововведения имеют смысл как в случае с теми же исследованиями и допросами без вскрытие ладно хорошо но почему бы оперативному отряду не допрашивать врагов карт крайне мало побега в десяток миссий ты начинаешь их узнавать через 15 ты их уже знаешь наизусть они даже не генерируется не комбинируется то есть есть несколько сюжетных и десяток обычных все это серьезнейший недостаток для такой игры она заметно короче других частей серии но все же часов 30 40 за раз в ней вполне можно просидеть и 40 часов любоваться десятком карт это не каждому извращенцу под силу обучающая табличка любезно закрывает часть экрана и надписей банально не видно задержки из xcom 2 убраны как в war of chosen но не до конца и часто приходится уж больно долго ждать пока бойцы телятся а шепот по радио тоже сиськи мнет камера все еще может соревноваться с камерой в dark souls она может залезть сквозь текстуру может зависнуть во время штурма показывать стену анимация тоже слетает дверь может не открыться и бойцы просто как в том советском фильме пройдут сквозь нее до вижу цель не вижу препятствий анимация может слететь и у бойцов и они в позе т будут левитировать по карте гражданские при атаке на них принимает анимацию на секунду которая подразумевает что у них в руках оружие это значит что над такими мелочами особо не парились и это очень плохо декорации проработаны и хороши но карты крошечные и только финальные сюжетные становятся крупными сюжет кстати тоже странный но спалерить не буду следить за ним интересно но ничего особенного сюжетные битвы сложны только если к ним плохо подготовиться финального босса я вынес первым же оперативникам все тем же бойцом снайпером который при полной прокачке сможет сделать три выстрела подряд патронами в гробу видавшими броню ага жил без страха и умер без страха искусственный интеллект часто заедает особенно если по нему выдать хороший стартовый залп однажды он завис на минуту я засекал и я думал что все перезагрузку но вдруг он вышел из киберзапой и дал мне дрозда точнее попытался визуальные эффекты выстрелов пропадают ребят вы чем там занимались вообще кат сцен нет вообще нет те полторы штуки на 5 секунд не в счет видите ли когда тебе вещать что корабль уже взлетает и вокруг творится эпик ты ждешь что тебе вот сейчас этот эпик хотя бы как-то покажут пусть и в заставке на движке игры хрен бы с ним или виде комикса пусть но нет всю эпичность и воображаешь сам у себя в голове то что контента крайне мало я уже говорил перевод тоже тупи дико ожидаемые противники вместо комнат агент не располагает достаточным чем они чем просто не располагает и все остальное не влезло извините сам додумай достаточным либидо или достаточным умом чтобы не участвовать в этой авантюре и вишенка на торте вроде мелочь но важное прошлых играх у нас было лицо мы были шефом теперь мы не имеем никакого я к нам никто не обращается мы не личность мы никто нас просто не существует есть бойцы есть аналог брэдфорда все одно в игре безупречно без всяких но музыка музыка отличная во второй части они взяли высокую планку качества войне избранных они ее повысили отряде химера продолжает ее держать нареканий нет боевые мелодии тут вводят в боевой же транс в котором воевать одно удовольствие однако на одной музыке игру не вывести по итогу могу смело сказать следующее игра хорошая очень хорошая я прошел с большим удовольствием и могу смело рекомендовать всем сделать то же самое ну тем кому по нраву подобный жанр есть правда одно но если третья часть xcom выйдет такой же куцей недоделанной с такими же недостатками недоработками нарушением баланса с такими же неуклюжими бревнами лавирующими по декорациям вместо нормальных бойцов игра станет худшей в серии и если химера сквад все это прощается то xcom 3 уже не простится а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все зашибись отряд химера отличный способ весело провести время главное не забывайте мыть руки перед штурмом особенно если в команде есть колдун